Сегодня мы с вами откроем совершенно новый, не существовавший никогда ранее кулинарный вид спорта! 3975 пельменей за 4 часа. Столько было слеплено и съедено в этот день. Состязаться в скорости и аккуратности лепки, а также в уникальности рецептуры взялись три команды. Вы знаете, у нас на предприятии происходит автоматная залепка пельменей, а здесь нужно вручную нас тряпать. Как мы тряпаем дома, как тряпали наши бабушки, мамы, теперь мы. Вес 15 граммов, тесто и фарш в равных количествах. Именно таким должен быть классический русский пельмень. Слепить их сотню за минимальное время – условия первого конкурса. Три участника команды и только одна скалка. Находчивые мастерицы тут же решают, как ускорить процесс. С калкой одновременно раскатывают по пять блинчиков. Особенно в лепке русского пельменя отличилась участница с нерусским именем Джамиля. Всего в чемпионате было шесть дисциплин. Одна из самых зрелищных – ювелирная точность. Если верить интернету, то самый большой пельмень слепили в Бердске. Его вес был 24 килограмма 400 грамм. А вот у нас в Бийске тоже установили свой рекорд. Вот как выглядит самый маленький пельмень. Его слепила команда «Мясная тележка». Вес вот этого капелюшечного пельмешки – 0,2 грамма. Представляете, внутри фарш есть все, как положено. Пока одни участники команды пельмени на скорость лепили, другие их на скорость ели. Раз, два, три, начали! В этой дисциплине соперников едоков далеко позади оставил Степан и Пизбарян. Худосучный парень поставил рекорд. За три минуты вместил в себя 46 пельменей. Другой зрелищный конкурс – ВИП-замес. В пельменоделии состязались представители СМИ, депутаты, работники администрации. Лепка показала – калиброванные пельмени удаются только профессионалам. Кто из них победит, невозможно было предсказать. В итоге на первом месте команда «Мясная тележка». Вообще мы к этому стремились, хотели победить. И, в общем-то, сильно не сомневались, куда должны были первые. Мы поедем на Россию и сибирский пельмень будем там продвигать. Чемпионат по пельменингу станет ежегодным. Вкусный спорт будет открывать зимний туристический сезон на Алтае. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Татьяна Звягинцева. Новости.